С приходом настоящей зимы в столице Верхней Волжи обнажилась давняя проблема. Если главные улицы и прилегающие к ним тротуары коммунальные службы по большей части от снега убирают, то вот дворы домов не всегда находятся в надлежащем состоянии. Так в редакцию нашего телеканала обратились жители одной из девятиэтажек на Петербургском шоссе, которые пожаловались на работу своей управляющей компании. Съемочная группа Тверского проспекта посетила двор и увидела все своими глазами. Двор дома номер 22 по Петербургскому шоссе. Идва ли приход зимы доставил много радости обитателям вот этой девятиэтажки. А выпавший 1 декабря снег так и вовсе скорее причинил массу неудобств. Все дело в крайне неудовлетворительном качестве работы местной управляющей компании, говорят жильцы. Кажется, с момента первого крупного снегопада дворников в этом дворе еще не бывало. Жалуются местные жители. Никогда не чистят, нет ничего. Совок брала металлический еще бабушкин и очищала. Хорошо вышел мужчина, пошел, взял топор. Это не топорик, а молоток. Молотком чуть-чуть подколачивала, очищали кое-как. Делать за коммунальщиков их работу пенсионерке Галине Фроловой приходится регулярно, рассказывает женщина. Иначе она рискует стать затворницей в собственной квартире. Галина Антоновна вынуждена самостоятельно ходить за продуктами в ближайший магазин. Но проблемы с ногами делают подобные вылазки по нечищенному двору крайне опасными. При этом все попытки достучаться до своей управляющей компании, дом на Петербургском шоссе обслуживает УК «Первый квартал», ни к чему не приводит. Позвонила, говорю, вы почему не посыпаете так скользко? А многие жалуются, что грязь таскается домой. Я говорю, покажите мне того человека, кому грязь домой таскается. Шлепнется раз, другой переломает кости и узнает, что лучше. Вместе с Галиной Фроловой страдает еще не один десяток жильцов этого дома. Примечательно, что многие из них люди пожилые, ходят исключительно с палочками. И всякий раз, выходя из подъезда, рискуют что-нибудь себе повредить. Вот это вот постоянно. Не представляете, что вчера было? Что было вчера, расскажите. Это прям, понимаете, налить вот такая вот горка. То есть ногу ровно не ставишь. Ее ставишь вот так вот. И вот двумя руками держишься и поднимаешься. Это не только я, сзади шли дети. Вот бабуля, как она пойдет? Она покатится по нему, ноги переломает. И мама моя тоже как пойдет. Поэтому сидит дома. Никуда не ходит. За разъяснениями, почему двор на Петербургском шоссе находится в таком удручающем состоянии, мы обратились в обслуживающую организацию. Напомним, именно управляющие компании ответственны за содержание в надлежащем порядке придомовой территории. Управляющие компании «Первый квартал» нам заявили, что уборка двора проводится регулярно и поводов для жалоб у местных жителей быть не должно. Сейчас там устраняются наледи со ступенек. Только что были, не устраняются наледи. Ну, значит, сейчас подъедут ребята, потому что с тракторами все. А видно, что трактор там ходил. На улице да, на площадке да. Наледь на лестнице и пандус тоже весь в снегу. Когда, по-моему, у нас вообще работали тогда? Позавчера, во время выпадения снега. Жители говорят обратное. Давно говорят сотрудников украины? Неправда. Там очень добросовестный дворник работает. Сейчас еще раз отправлю, чтобы посмотрели, почистили, потому что завтра у них собрание, мы в курсе. Ну, я сейчас отправлю, проконтролирую, потому что сегодня и трактора, сегодня и спецтехник работает на домах. Сейчас все дочистим после обеда. Иными словами, представители управляющей организации обязались привести в порядок двор к вечеру пятницы. Другой вопрос, что мешало сделать это раньше, до визита съемочной группы на Петербургское шоссе 22. И не повторится ли ситуация в следующий раз, после очередного крупного снегопада? Мы продолжим следить за развитием событий во дворе дома номер 22 по Петербургскому шоссе и останемся на связи с местными жителями. А вы, в свою очередь, можете писать нам и звонить в случае, если ваш двор содержится в ненадлежащем состоянии этой зимой. Субтитры создавал DimaTorzok